Этого процесса жители улицы Кутузова ждали давно. Новость о том, что часть соснового бора вырубят, чтобы построить два дома для многодетных семей, еще в начале лета вызвало возмущение местных жителей. Выделение участков в лесу решила опротестовать природоохранная прокуратура и подала иск в Центральный районный суд. Среди ответчиков городская администрация, а также сами владельцы участков. Рассматривается гражданское дело по иску Алтайского межрайонного природоохранного прокурора в защиту неопределенного круга лиц. Неопределенный круг лиц – это, по сути, жители поселка Кирова. Ведь речь идет о фрагменте ленточного бора – одной из немногих сохранившихся в городе зеленых зон, которая, по мнению одного из местных жителей, больше, чем просто парк. Она буквально сохраняет экологию поселка Кирова в хорошем состоянии. Это культурно-здоровительная зона. Но что это место является? Оно сегодня исторически входит. Рядом железнодорожный район. Здесь проходят железнодорожные трассы. Вы знаете, там возят уголь и все-все, там много пыли. Он является своеобразным фильтром. Сегодня это, я бы сказал, лесной парк в центре города. Как нам пояснили в региональном отделении Общероссийского народного фронта, которое также заинтересовалось проблемой, перевод этой части леса в разряд территории под застройку произошел не в одночасье. Как следует из целого ряда документов, процесс продолжался аж с 90-х годов. И на сам участок в свое время уже посягали. Ах, этот аромат соснового леса после дождя. Но местные жители опасаются, что скоро здесь вот так приятно пахнуть будет попросту нечему. Этот участок, кстати, не в первый раз пытаются отдать под застройку. В 2001 году была первая попытка выделить землю для малоэтажного строительства. Но тогда местные жители отбили землю. Кстати, остатки вот этих строений до сих пор здесь видны. И вот покой нам только снится, говорят люди, снова посягают на эту землю. И чем на этот раз закончится их борьба за сосновый лес, наверное, покажет в ближайшее время. На этот раз у властей и самих многодетных семей, по их заверению, есть козырь. Все необходимые документы. Более того, согласно принятому в прошлом году генплану, этот участок леса уже и не лес вовсе, а потенциальная строительная площадка. Как уверен руководитель алтайского ОНФ Сергей Войтюк, проблему можно было бы решить раз и навсегда, придав барнаульским лесам особый статус. Мы уже на протяжении четырех лет, подавая свои общественные предложения в адрес правительства региона, обозначаем необходимо совместно с органами местного самоуправления решать вопрос об установлении четких границ и оформления так называемого городского лесничества. То есть это через приказ Рослесхоза делается, когда уже четкие определяются границы, и тогда подобных ситуаций не должно возникать. В итоге Центральный районный суд перенес заседание на более поздний срок, а именно на конец сентября, начало октября. Дело в том, что 22 сентября Алтайский краевой суд решит, насколько законным было принятие генплана Барнаула в той части, где данные участки леса выделялись под застройку. И уже после этого Центральный районный суд решит, оставлять ли эти участки за новыми собственниками или нет. Илья Кочетков, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. День с толком.